МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К работе приступил новый главный архитектор. Какая красота! Частичка тепла из детских рук. Акция «Немного тепла из детских рук». А за что задержано? За кражу. Кражу совершали? Совершал. В Десногорске раскрыли серию дачных краж. А теперь об этих и других событиях подробнее. По оценкам экспертов Агентства политических и экономических коммуникаций, губернатор Смоленской области Алексей Островский входит в группу руководителей регионов с сильным влиянием. Наш губернатор демонстрирует рост рейтинга, поднявшись на два пункта. Сейчас Островский занимает 47 место среди 85 глав субъектов Российской Федерации. Многих десногорцев озадачили желтые линии около домов. В следующем сюжете мы вам расскажем, для чего их нанесли и что они ограничивают. Желтые линии перед подъездами домов обозначают зону, на которой нельзя оставлять автомашину даже на короткое время. Эти места предназначены для остановки и работы специализированной техники управляющей компании. Так, с 2015 года решением Десногорского гурсовета прописано в правилах благоустройства города Десногорск. Желтый цвет линии выбран не случайно. Это сделано для того, чтобы любому автомобилисту было понятно, что пересекать ее нельзя ни в коем случае. И тем не менее водители нарушают эти правила. А чем это для них чревато, нам объяснил специалист управляющей компании. За стоянку транспортных средств, за желтой линией мы имеем право вызвать на административную комиссию и на нарушителя наложить определенный штраф. Почему необходимо эту желтую линию наносить? Это в первую очередь мы как управляющая организация заинтересованы в том, чтобы обеспечить для собственников многоквартирных домов нормальный вывоз мусора. Утром подходит машина по сбору мусора, мусоровозы. А на территории, где должны проезжать тележки с мусорными баками, стоят машины. И женщинам нашим приходится, перекидывая эти ящики через машины, чертыхаясь, закидывать этот мусор в мусорные контейнеры. А мы со своей стороны призываем десногорцев соблюдать законодательство, потому что таких нарушителей можно увидеть практически около каждого подъезда. В Смоленском филиале МИИ проходит юбилейная 15-я национальная конференция, посвященная проблемам развития науки в сфере создания искусственного интеллекта. Среди участников конференции ученые и специалисты более чем из 20 регионов России, а также представители Белоруссии, Украины и США. Программа Смоленской конференции рассчитана на неделю. 6 октября на берегу озера Сапшо в Демидовском районе обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату. Прибывшие саперы пожарно-спасательного центра изъяли и уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. На плановом оперативном совещании глава Десногорска представил Андрея Ворона-Ковалевского, назначенного на должность главного архитектора нашего города. Мы решили поближе познакомиться с Андреем Николаевичем и узнать его ближайшие планы. Андрей Николаевич – уроженец Новосибирской области. Закончил Новосибирскую государственную архитектурно-художественную академию кафедру градостроительства. Член Союза архитекторов России. Возглавлял архитектурные подразделения в администрациях Тюмени, Сургута, Ханты-Мансийска. И вот вторую неделю как главный архитектор Десногорска. Тепло отзывающийся о городе атомщиков. Маленький, но достаточно компактный, благоустроенный, чистый, красивый. Имеет свой облик, свой незабываемый какой-то стиль в подходе благоустройства. В планах нового архитектора обновить и благоустроить набережную, насытить центр и парковую зону, на гостевых улицах продумать праздничное освещение и ночную подсветку некоторых зданий, имеющих доминантное отношение к застройке. Также предстоит работа по корректировке генерального плана, приведение его в соответствие с законодательством и разработка проекта планировок. А вот что главный архитектор Десногорска желает себе на новом месте работы. Понимание, я думаю, со стороны жителей, руководства. К моей работе предстоит много изменений в град-документацию и введение СУГД. То есть, какие-то нововведения будут. Андрей Николаевич готов к диалогу со всеми заинтересованными десногорцами. Приём граждан по личным вопросам проводит пока по старому графику. В День учителя был опубликован перечень учебных заведений, которые продемонстрировали высокие образовательные результаты в 2015-2016 учебном году. Среди них – гимназия и митический лицей в Санкт-Петербурге. В Смоленске установили бюст герою России Александру Прохоренко, который погиб в Сирии весной текущего года. Бронзовая скульптура героя располагается на территории военной академии войсковой ПВО, которую Александр не так давно закончил с отличием. С 1 октября в нашем городе стартовал правовой лекторий «Дети, дети». В рамках взаимодействия первой школы Десногорска и детского сада «Чебурашка» прошла акция «Немного тепла из детских рук». В чём она заключается, узнаете из нашего сюжета. В первой школе на базе правового центра для учеников 7-8 классов работает программа духовно-нравственного воспитания «Милосердие Данка». Именно эти ребята пришли в гости к воспитанникам детского сада. Было подготовлено мероприятие, в котором волонтёры знакомились с малышами. Шутки, загадки, игры – всё для того, чтобы общение прошло легко. Дошколята тоже приготовили для своих наставников сюрприз. В этот раз акция «Немного тепла из детских рук» была посвящена Дню пожилых людей. Вообще, это, конечно, есть и воспитательный момент, потому что дети в дошкольном возрасте, они любят взрослых безусловной любовью. И наша задача – привить у детей именно у вас. Открытки для бабушек и дедушек. Именно в этом возрасте дети самые добрые, чуткие, они не могут лгать людям. И мы пытаемся их научить это делать и в будущем, во взрослом возрасте, чтобы они развивались и помогали людям, так же, как и мы помогаем им сейчас. Название акции «Немного тепла из детских рук» подразумевает, что дети дарят, дарят своё тепло. Поэтому малыши со своими поделками вышли на улицу, где вручали их прохожим, бабушкам и дедушкам. Очень хорошо, очень прекрасно. Детки трудолюбивые, нравятся, молодцы детки. Приятно, что дети своими руками сделали, и вот, можно сказать, ну, как назвали пожилым людям, дедушкам подарили. Спасибо большое. Дети с радостью отдавали частичку своего тепла и чувствовали, что старшему поколению это тоже приятно. Когда я дарила бабушкам и дедушкам подарки, я чувствовала от их рук тепло. Мы любим тебя, бабушкам и дедушкам. Фестиваль фейерверков «Смоленский звездопад» в финале занял третье место, поделив его с московским театральным опен-эйром «Чехов-Чайка». Финал прошёл в Ельце Липецкой области. Всего на конкурс было подано 209 проектов из 24 регионов страны. В Смоленске завершился восьмой конкурс исполнителей народной песни «Голоса России» имени Ольги Воронец. Лучшие номера вошли в галоконцерт конкурса. А победил наш земляк Кирилл Кислов из Новодугинского района. Гран-при конкурса присуждено Курскому народному ансамблю «Разветье». В Десногорске сотрудники уголовного розыска раскрыли серию краж из дачных домиков. Оперативники установили причастность подозреваемых к восьми эпизодам подробности. Смотрите далее. С января этого года в Десногорский отдел полиции начали поступать сообщения от дачников Кукуевки о том, что из их домов пропадало ценное имущество. Выяснилось, что злоумышленники проникали в строение, срывая замки или выставляя окна. Их добычей становились электроинструменты и бытовая техника. Изучив записи с камеры видеонаблюдения, установленной на одном из дачных домиков, полицейские обратили внимание на подозрительный автомобиль. По базам данных были установлены владельцы всех транспортных средств данной марки в районе преступления. Под подозрение попали два жителя Десногорска, 35 и 37 лет. В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики обнаружили в квартире и на даче одного из подозреваемых похищенное имущество. Часть вещей они уже успели сбыть. Подозреваемые были задержаны и доставлены в дежурную часть полиции. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящее время установлена причастность задержанных к 8 эпизодам на территории региона. Полицейские продолжают работу по выявлению преступной деятельности подозреваемых. И еще криминальная новость. Жители Починковского района за убийство трехлетней лосихи приговорили к 8 месяцам исправительных работ и штрафу в размере 281 тысячи рублей. Соответствующий приговор вынес Починковский районный суд за незаконную охоту. У мужчины конфисковали незарегистрированное охотничье ружье и патроны к нему. И в заключение о спорте в выходные 8 и 9 октября на ФОКе пройдет открытый турнир среди юношей и девушек по баскетболу. В соревнованиях примут участие команды Смоленской области и Подмосковья. Приглашаем зрителей поболеть за десногорских воспитанников Центра спортивной подготовки «Динамо». И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Десна.дефиз.тв.ру Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова